Продолжаем серию роликов подготовки к новогодним праздникам и соответственно определенных гаджетов в подарок к этим праздникам себе любимым или своим родственникам или знакомым. Перед вами смартфон ZTE Nubia Z5S Mini в белом цвете. Это распаковка на канале Gadgetmania. Всем привет, мы начинаем. Поехали! Итак, дорогие друзья, сразу перейдем к комплектации и внешнему виду смартфона. Сразу же видео два в одном и тут же обзор и тут же посмотрим, что в комплектации, что у нас продавец положил в коробочку с этим самым смартфоном. Есть у нас силиконовый чехольчик. Он такого матового цвета, темно-серого. Есть в комплекте, уже достан из коробки. В принципе, на первое время очень богатый выбор на алиэкспрессе этих самых чехлов для этого телефона. Популярная модель на территории Китая и вообще очень часто ее приобретают. Чехольчик в комплекте есть. Перед нами коробка в белом цвете с красными вставочками. Сзади у нас на китайском языке, соответственно, характеристики. Надпись Nubia. Вот так перейдем к содержимому. Открываем крышечку, откладываем ее в сторонку и перед нами, собственно, смартфон. Смартфон пока тоже в сторонку. Посмотрим небогатую комплектацию. Была еще пленка в комплекте. Здесь у нас производитель указывает, какие элементы на китайском языке, при этом надписи, какие элементы отвечают за что. Это все нам не интересно. Здесь интересная особенность, если кто знает китайский язык, что написано, мы пока понятия не имеем. В последующем планируем перевести. В общем, надпись на красном цвете с серебряными такими буквами. Итак, здесь у нас есть инструкция, гарантийные обязательства. Все это на китайском языке. Есть сразу же английское, американское зарядное устройство. Сила тока у нас 1 А. Есть переходничок и есть USB кабель. Все это в сторонку. В принципе, и мои номера, и гарантийные обязательства. Больше ничего в комплекте нет. Чехол положили и на этом спасибо. Итак, чехол тоже в сторонку. Перед нами смартфон ZTE Nubia Z5S mini в белом цвете. Очень тонкий смартфон. Диагональ экрана у нас 4,7 дюймов. IPS матрица 1280 на 720 точек. Изначально был Android 4.3. Прошивка родная от компании ZTE. Сейчас она сменена на прошивку MIUI от компании MI. И, соответственно, лучше и удобнее пользоваться. Две камеры. 13-мегапиксельная и 5-мегапиксельная передняя камера. Обе камеры от компании Sony. 16 гигабайт встроенной памяти с возможностью расширения памяти до 32. GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Соответственно, здесь все есть. Также есть GLONASS. Кого интересует спутниковая навигация. Симочка здесь одна. Микросим-карта. Батарейка здесь один из минусов этого телефона. Но при этом в такой тонкий корпус, к сожалению, не вставить более емкий аккумулятор. Итак, батарейка 2000 мАч. И поэтому будет разряжаться порядка, наверное, на один рабочий день вам, может быть, хватит. Если будете играть, конечно же, в два раза в день придется заряжать. Почему-то на русскоязычных сайтах и русскоязычных интернет-магазинах этот телефон представлен как новинка 2014 года. Хотя, как сама модель, вышла в декабре 2013 года. И в продажу поступила в январе 2014 года. У нас магазины продают это как новинку, декабрскую новинку 2014 года. Итак, что у нас далее идет. Конечно же, IPS-матрица. Физический размер дисплея у нас 59 мм на 104 мм. При этом толщина корпуса 7,6 мм. Давайте посмотрим по основным интерфейсам этого самого смартфона. Сзади у нас белая матовая, причем это плюс этого телефона, матовая панелька. Модуль камеры в красном ободке, вспышка, динамик, металлизированный логотип модели Nubia, динамик, USB для зарядки, микрофон, техническое отверстие для снятия задней крышки. На левой грани у нас есть клавиши регулировки громкости. Наверху у нас есть 3,5 мм, клавиша включения-выключения. И спереди у нас есть 5-мегапиксельная камера. Есть кнопка управления, которая постоянно в красном цвете, плюс еще имеет подсветку тоже красного цвета. И здесь две маленькие кнопки, которые отображаются красными точками в этой области. Это тоже кнопки управления смартфоном. Итак, отметим сразу же, что смартфон тонкий, легкий, очень хорошая матрица здесь стоит, при этом разрешение экрана HD, не Full HD. Но в принципе, такая батарейка, если Full HD, он бы и полдня не прожил. Итак, сейчас стоит максимальная, давайте понизим яркость экрана, чтобы вам было видно. Прошивка стоит MIUI, сразу же пройдем в настройки, посмотрим, какая версия. Телефон изначально поставляется с Android 4.3, сейчас это у нас Android 4.4.2. Киткат, прошивочка летает очень хорошо, никаких лагов, подлагиваний и подтормаживаний не наблюдается. Я думаю, что в последующем можно будет установить еще какие-то дополнительные прошивки. Оперативной памяти 2 гигабайта, встроено 16. В принципе, больше здесь смотреть нечего. Сейчас MIUI версии 5, к сожалению, не 6. Я не смотрел, доступна ли 6 версия. Изначально просили продавца, чтобы установил непосредственно MIUI прошивку. На мой взгляд, она более оптимизирована под этот телефон, чем родная прошивка от компании ZTE. Стандартный набор приложений, функции, точнее кнопки меню нету, все расположено на рабочих экранах. При этом, вы можете удалить любое приложение, скаченное, ну допустим, китайский софт. Допустим, мы удаляем, вот таким вот образом удаляется не только ярлык, но и само предложение. Давайте посмотрим, что у нас по цветопередаче. Фотографии, к сожалению, нет. Есть скриншоты. Давайте скриншот гигбенча. В принципе, здесь можно посмотреть пикселизацию. Цвета не инвертируются, немножко уходят в холодные оттенки, но это IPS-экран, поэтому белый здесь не совсем белый. Чуть-чуть отдает сереньким. А так, цветопередача более чем достойная. Еще раз повторюсь, стоимость телефона на данный момент составляет 220-240 долларов. В Китае, в российской рознице, компания Мегафон продает, ну так, не рекламу, никто за это не проплачивал. Продает по 11 тысяч рублей, остальные магазины продают в среднем 12,5-13,5 тысяч рублей. Я думаю, что с такими характеристиками, к которым мы сейчас перейдем, это будет более чем достойный подарок себе или, еще раз повторюсь, своим знакомым, близким, родным, кому вы собираетесь подарить гаджет на Новый год. Конечно же, кнопка управления сенсорная, видите, идет подсветка, допустим, зажимаем, и у нас загораются какие-то области, точнее, эти две области, они загораются красненьким цветом. Давайте запустим тест Antutu, мы уже смотрели, результат более чем положительный, как раз перейдем к характеристикам, именно 29107 очков набирает, впечатляет, пишет само Antutu. И у нас информация по процессорам стоит Qualcomm Snapdragon 400, 320, но почему-то в характеристиках на сайте, опять же, интернет-магазине Andreno 305, хотя здесь 320, 13 мегапикселей задняя камера, 5 мегапикселей передняя камера, всевозможные датчики, разрешение экрана у нас при этом 320 точек на дюйм, плотность пикселей, а разрешение 720 на 1280. Конечно же, будет тянуть все современные 3D-игры, в том числе потянуты танки, в том числе потянуты шутеры Modern Combat 5, в том числе потянуты GTA на средних настройках. В общем, играть на этом смартфоне можно и даже нужно. Далее, что у нас, 5 мегапикселей передняя камера, батарейка 2000 мегапикселей, 120 грамм весит телефон, довольно-таки легкая и тонкая моделька, поэтому, в принципе, рассматривается как, может быть, женский вариант смартфона, потому что, действительно, телефон стильный, молодежный, можно дополнительно приобрести крышки разных цветов. Они продаются официально, есть желтый, зеленый, в общем, практически всех цветов радуги. Я думаю, изменить внешний облик телефона, не меняя смартфон в будущем, будет более чем экономно и, скажем так, есть такая вероятность. Конечно же, все датчики приближения, все, в общем, датчики здесь есть, кроме таких, как термометр, барометр, температура воздуха и влажности. Все остальные датчики в этом телефоне есть. Дальше. В общем, положительные результаты, которые, в принципе, на данный момент, в конце 2014 года, 30 тысяч за китайский смартфон, китайского производителя. При этом, это брендовый смартфон, это не подвальная, какая-то штуковина, которая произведена и никакой поддержки в будущем не будет иметь. Скорее всего, будут прилетать обновления до Android 5.0, возможны кастомные прошивки, возможность установки кастомных прошивок. И поэтому здесь претензий к телефону никаких нет. Далее. Nano Mark II у нас показывает вот такие вот результаты. 59,6 FPS при экране HD-экране. Это более чем достойный результат, то есть никаких проседаний FPS в играх на средних настройках не будет. Все будет хорошо и плавно идти. Далее. Если среди наших подписчиков есть... Простите. Есть владельцы данного смартфона, пожалуйста, откликнитесь, напишите в комментариях, что вы думаете. Опыт эксплуатации, какие есть плюсы, минусы. Итак, Antutu Tester. Посмотрим мультитач-тест. Посмотрим цветопередачу непосредственно цветов. Чёрный немножко. Вот чёрный цвет. Ну, в принципе, более чем достойно. Это серый или белый. Вот белый. Он немножко, видите, в холодные оттенки уходит. И поэтому немножко, скажем так, есть претензии по белым цветам. Ну, это IPS-матрица. Здесь ничего другого ожидать не стоит. Мультитач-тест. Я думаю, что здесь... Давайте положим. Пять, шесть. Пять касаний. Это более чем достаточно. Два – плохо. Пять – хорошо. Десять – отлично. Но при этом это средний бюджетный смартфон, то есть средней ценовой категории. Каких-либо претензий по пятипальцевому мультитачу здесь мы не можем предъявить компании-производителю. Дальше. Geekbench 3 у нас... Давайте посмотрим, чтобы не запускать тест. Давайте посмотрим скриншоты. И перейдем сразу у нас к камере. Локальные. Вот такие вот результаты выдает у нас Geekbench 3. 500 очков на одном ядре и на четырех ядрах. 1251 балл на нескольких ядрах. При этом у нас, если сравнивать с другими смартфонами других компаний, и один, соответственно, Galaxy S5 938, а наш девайс набирает 500 очков. Это более чем достойные результаты для таких характеристик. Четырехъядерный процессор, 2 гига оперативной памяти, возможность вставить флешку. Тонкий, стильный, молодежный смартфон со своей фишкой в области кольца, который всегда красным цветом, плюс еще имеет подсветку. Это более чем достойно. Итак, минусы этого смартфона. Один из минусов этого смартфона, я почитал отзывы и обзоры данного смартфона от других владельцев, это, скорее всего, звук. То есть, компания поставила сюда довольно-таки посредственный динамик. Ну, не знаю, я послушал некоторые мелодии. В принципе, сейчас они подгрузятся. Это максимальная громкость. Динамик здесь расположен сзади. Аккумулятор несъемный, крышка съемный, аккумулятор несъемный. Еще наблюдались проблемы у этого смартфона непосредственно по батарейке. Приходилось менять по гарантии батарейку из-за того, что та батарейка, которая стояла изначально в смартфоне, она вообще не держала заряд. Здесь же я проверил, никаких проблем нет. Уже вторые сутки живет смартфон, осталось 23% заряда. Поэтому, не знаю, посредственный звук, ну, в принципе, более чем достаточно. То есть, это можно поставить какие-то установленные рут-права, соответственно, можно поставить какие-то дополнительные надстройки над звуком и исправить звук в большую сторону. То есть, программным образом не составит никакого труда. Дальше. Со звуком разобрались. По яркости экрана. Что у нас? Какой же здесь вибромотор? Давайте посмотрим. Вибрация, наверное, к сожалению, сейчас мы не сможем. Ну, вот виброотклик. Мягкий, плавный. То есть, я нажимаю на кнопки управления. И, соответственно, телефон. Постоянно доступно больше 1 гигабайта оперативной памяти. В игрушках, конечно же, будет примерно 500-700 мегабайт оперативной памяти свободно. Ну, в общем, довольно-таки комфортно. Вот так вот смартфон выглядит вблизи. Довольно-таки комфортное использование. То есть, оперативной памяти здесь более чем достаточно. Итак, перейдем к экрану и его яркости. Какая у нас порог максимальной яркости и минимальной яркости? Автояркость работает. Минимальная яркость у нас вот такая. IPS-матрица довольно-таки комфортно будет, читабельно. В темное время суток при дневном освещении и, опять же, при комнатном освещении, при освещении в помещении. И максимальная яркость не выжигает глаз. Это не Super AMOLED-матрица. Более чем достойно. Цвета все, скажем так, если по пятибалльной шкале, то, скорее всего, это на четверочку, может быть, на четверочку с плюсом. Чуть-чуть не дотягивает до идеала. Потому что, в моем понимании, цветовая гамма, допустим, если присматриваться к цвету иконок на данном смартфоне, то здесь тот зеленый цвет, синий цвет, оранжевый цвет, он чуть-чуть не дотягивает до этих самых цветов в жизни. Но обычный пользователь и потребитель, в принципе, не обратит на этого никакого внимания. И поэтому зацикливаться на этом не стоит. Итак, переходим к следующему. Это камера. Камера на этом смартфоне неплохая. Конечно же, есть надстройки. Есть автофокусировка, вспышка. Есть съемка Full HD видео. Давайте. Плохо сохранилось, не сфокусировалось. Камера 13 Мп. Чуть-чуть не хватает у нас, наверное, буква Nubia. А буква в фокусе. Остальное у нас немножко размазывалось. По углам у нас есть небольшая затертость. Соответственно, концентрация идет в середине снимка. И поэтому, ну не знаю, 13 Мп. Честно, 8 дал бы, 13. Ну, в принципе, видите, сам модуль камеры от компании Sony. Поэтому сомневаться в его 13 Мп на бумаге не стоит. Но тут как-то, может быть, в ручной настройке камеры может быть, получится что-то вытянуть с помощью того же HDR. Потому что есть Pro режим, который позволяет настроить те самые параметры, которые вам необходимы при съемке. И давайте посмотрим вот таким вот образом. Такие снимки. Ну, чуть-чуть вот этот в фокусе, остальное чуть-чуть не в фокусе. Не знаю, авторежим Pro и Fan. Есть функция распознавания лиц на передней и задней камеры. В принципе, на 5 Мп можно делать неплохие самострелы. Те же самые селфи на русском, на английском языке. В общем, камеры ставим 3 с плюсом, 4 с минусом. Она по бумаге, давайте сделаем яркость экрана поменьше, комфортное использование чуть меньше половины. И поэтому, в принципе, аккумулятор не так сильно расходуется. На бумаге 13, по факту чуть меньше. Но, в принципе, ручками можно допилить или ждать, или подобрать себе кастомную прошивку, где непосредственно стоит мод камеры, который исправит работу. То есть, будет совсем корректная фокусировка, не будет размазанных краев снимков и так далее. Итак, по камере определились. То есть, передняя камера неплохая, задняя камера тоже неплохая, но надо, скажем так, ручной регулировкой дотягивать его до уровня, чтобы снимки были более чем приемлемого качества. На авто снимает на 3 с плюсом, 4 с минусом. Но, в принципе, опять же, обычному пользователю в условиях хорошей освещенности на улице в летний период либо при хорошем освещении в помещении будет более чем достаточно. Опять же, напоминаю, всегда во всех своих обзорах я говорю следующую фразу, что любой гаджет соизмерим той суммой денег, которую вы за него отдали. Поэтому на данный момент 200 с копейками долларов даже по нынешнему курсу в 58 долларов это более, в принципе, чем достойный результат. За эти деньги та же компания HTC или Samsung вам даст более худшие технические характеристики. Что? Давайте сделаем выводы, подытожим все сказанное. Какие же все-таки есть плюсы у этого телефона? Конечно же, первый плюс – это внешний вид. То есть, толщина смартфона, его уникальность в плане кастомизации, точнее, не то чтобы уникальность, а возможность кастомизации задней крышки, очень хороший передний там, скажем так, сейчас стиль панда, как принято говорить, перед черный, задник у нас белый, его можно изменить на любой цвет корпуса. Матовость этой крышки, то есть, очень сложно увидеть какие-то следы, то есть, он не пачкается, он матовый, поэтому следы от пальцев он оставляет, если даже оставляет, то их практически не видно. Дизайн, толщина, возможность установки кастомных прошивок, которые допиливают непосредственно возможности смартфона, 4 ядра, 2 гигабайта оперативной памяти, не устану повторять, что это брендовый телефон, то есть, непосредственно, не ноунейм китайский, это компания ZTE, она не так давно представила еще новый смартфон свой, поэтому, в принципе, доверять производителю стоит. Дальше, из плюсов. Это, наверное, интересный внешний вид кнопки, она будет привлекать внимание, в принципе, окружающих, очень похожим на решение от компании Meizu, и поэтому, в принципе, может быть, что-то где-то у кого-то скопировали. Минусы. Это посредственный звук, который, по-моему, на четверочку, ну, может быть, чуть больше. Это посредственная камера, которую можно допилить ручками и с помощью ручной настройки во время съемки. По комплектации. Комплектация не богата, но, в принципе, нет наушников, но есть чехол и пленка. Этого будет более чем достаточно на первое время, а наушники каждый сам подбирает для себя другие. По играм, кстати, забыл сказать. Игрушки все. Ну, я упоминал, игрушки все тянет, конечно же. Очень хорошо здесь смотрится YouTube. То есть, он обновился до Material Design и выглядит просто, просто шикарно. Итак, из минусов. Звук, камера. Остальном, в остальном претензий по этому телефону нет. Он стоит своих денег, поэтому мы рекомендуем к приобретению данный смартфон, если вы хотите быть в тренде, если вы хотите быть модным, современным, молодежным. И поэтому, особенно если вы готовите подарок женскому полу, очень понравится, мне кажется, данное решение. Итак, дорогие друзья, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все наши социальные сети. Ссылочки в описании. Мы есть в ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Пожалуйста, вступайте, участвуйте в обсуждениях, решайте, какой следующий смартфон будет на обзоре. Мы есть в Инстаграме, куда выкладываем фотографии. Ставьте лайки еще раз, подписывайтесь. Всего доброго, скоро увидимся. Пока-пока.